Как быстро проснуться и сделать экспресс-макияж буквально за 5 минут. Поехали! Думаю, каждому знакомо это состояние, когда просто нет сил проснуться. Единственное, что спасает в этот момент, это контрастный душ. Замороженный кофе. Возьмите порцию, которую никто не выпил, и заморозьте. А потом утром просто протрите лицо. Вы почувствуете, как ваша кожа пробудится и подтянется, а глаза откроются. Затем, для того, чтобы увлажнить мою кожу, я использую любой густой тоник. В данный момент я использую тоник Топлан. Просто наливаю его на ладошку, растираю и наношу на все лицо, а также зону декольте. Тоник содержит рисовый уксус. Это прекрасно увлажняет мою кожу и пробуждает ее. Укротить непослушную копну волос вам поможет средство от Pantene Provi, которое использую я. И несмываемые спреи сейчас очень популярны. Их просто нужно нанести на волосы, слегка расчесать, чуть-чуть взбить, и вуаля! У вас получается легкая, очень быстрая укладка. Для того, чтобы увлажнить кожу под глазами, я буду использовать крем с коллагеном и немного охлаждающим эффектом отбеливающей. Вот Free W Clinic. Наносим крем под глаза. На подвижную часть века не наносите, чтобы он не попал в сами глаза. Сделаю легкий лимфодренажный массаж. Это помогает оттоку жидкости и снижает отечность лица. Полный массаж смотрите, пожалуйста, в моем ролике. Если глаза все-таки никак не хотят просыпаться, я чувствую какую-то сухость, то буду использовать любые капли, которые есть у меня в данный момент с гиалуроновой кислотой. Сейчас я пользуюсь каплями Artelac, они удобны тем, что у них есть дозатор. Если глаза все же очень красные, я обязательно воспользуюсь визином. Также это средство прекрасно избавляет от красноты вокруг носа и на подбородке. Я буду использовать BB крем Calistar 1 Light Medium, также он содержит SPF 20. Буду смешивать его буквально с капелькой базы L'Oreal, Lumium, Magik, для того, чтобы добавить чуть-чуть перламутра, чтобы сделать лицо выспавшимся, светлым. Все BB и CC кремы содержат много уходовых компонентов. И разношу пальчиками по лицу. Наношу также под глаза и не забываю сравнять шею и лицо. Вначале зачесываю волоски бровей вверх, а потом оформляю брови с помощью вот такого гелия от Maybelline Brow Drama в цвете Medium Brown. Делает совершенно натуральный эффект. Сухие губы – самая распространенная проблема. Справляется с этим прекрасно 100% масло какао. Продается на iHerb вот в таком карандашике. У нее настолько вкусный аромат, что просто хочется его съесть. Область под глазами обязательно замаскирую средством от E.L.F. Наношу его до середины глаза. Там, где могут располагаться гусиные лапки, никогда не наношу консилеры. Под бровь и в уголок. Это легкий кремовый хайлайтер, который не дает большого свечения, однако значительно освежает цвет лица. Я буду наносить на все выступающие части, переносицы, скулы. Легкими похлопающими движениями распределю это все по лицу. Для того, чтобы оформить глаза, совсем не обязательно использовать тени. Можно взять простой карандаш, тот, который вам нравится. Я возьму карандаш от Kika Milano в номере 05, красивый коричневый цвет. Нарисую довольно крупную небрежную стрелку, а затем просто растушую ее с помощью кисточки Eco Tools. И остатками карандаша на кисточке заходить в складочку века. Это увеличит зрительно глаз, поднимет его, сделает более глубоким и большим. Во внешнем углу глаза есть такая полосочка, называемая слезнячок. Его видно сквозь кожу, он тянет зрительно глаз вниз. Он легко убирается тем же самым консилером лососевого цвета. Таким образом глаз зрительно приподнимается. Беру тушь натурального цвета, коричневую, Starlet от L'Etoile. У нее довольно пушистая кисточка, мне нравятся такие кисточки. Она придает объем и не утяжеляет взгляд. Теперь наносим румяна на губы и щеки. От середины глаза движемся вверх. Пакияж практически готов. Он занимает всего лишь 5 минут. Легкими похлопывающими движениями наносим румяна также на губы. Даже если вы зайдете за контур губ, смотреться это будет хорошо. Для того, чтобы еще сильнее открыть глаза и сделать взгляд более светлым, использую белый карандаш. В финале наношу спрей с алоэ для того, чтобы одновременно увлажнить лицо, снять воспаление, если таковые есть. И, конечно же, закрепить макияж. Таким образом за 5 минут мы успели сделать очень много. Пожалуйста, не забывайте надевать очки. Сейчас лето. Берегитесь пигментных пятен. Все, я побежала. Пока. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Будьте благодарны за все, что имеете.